77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне вместе с нами встретили 15 ветеранов. Каждого из них 9 мая лично поздравили с праздником представители администрации и выездные концертные бригады. Сразу после окончания торжественного митинга и шествия Бессмертного полка, глава района Роман Синеговский, депутат Законодательного собрания Края Виктор Чернявский, председатель районного совета Григорий Литовко и глава города Александр Берсенев отправились лично поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Одним из первых слова благодарности и подарки принимал фронтовик Василий Васильевич Вертель. Василий Васильевич Вертель прошел всю войну, командовал взводом разведчиков, участвовал в освобождении Сталинграда, Крыма, Белоруссии, Прибалтики, награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, участвовал в трех парадах победы в Москве. В адрес солдата-победителя прозвучало много добрых и теплых слов, а артисты городского Дома культуры подготовили праздничный концерт для ветерана. Спасибо деду за победу, за то, что мы сейчас живем. Спасибо деду за победу, я кратко и урал. Пусть его жизнь гребет салюты до утра, ура, 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 ура. Пусть его жизнь гребет салюты до утра, ура, 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 ура. Василий Васильевич был тронут таким вниманием и персональным поздравлением с Днем Победы. Спасибо вам, дорогие мои, уважаемые. Желаю вам всем добра, счастья, успехов, а самое главное – здоровья. Спасибо, что вы не забываете ветерановой войны, но дай Бог мирного неба, а вам всем добра и счастья и успехов. Дальше фронтовая бригада с поздравлениями отправилась к ветерану Великой Отечественной войны Мальвине Ивановне Порядиной, воевавшей в партизанском отряде. Мальвина Ивановна в этом году отмечает юбилей – 95 лет. Глава района Роман Сенеговский поблагодарил эту мужественную женщину за стойкость духа и пожелал долгих лет жизни, чтобы всем вместе отпраздновать и вековой юбилей. Тем более, что в Славянском районе есть на кого равняться. Дай Бог вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Я вам тоже желаю здоровья, здоровья всем. Вот сейчас поедем поздравлять Коваля Федора Даниловича, ему в этом году 100 лет. Мы вам желаем вот 100 и еще, еще, еще. Мальвина Ивановна живет вместе со своей большой дружной семьей. Самые маленькие члены семьи, две правнучки, подготовили для нее стихотворение. Бабушка надела ордена, и сейчас красивая такая. День Победы празднует она, о войне великой вспоминает. Грустное у бабушки лицо, на столе солдатский треугольник. Дедушкина с фронта письмецо, ей читать и нынче очень больно. Смотрим мы на дедушкин портрет и разводим ручками с братишкой. Ну какой, какой же это дед, он же ведь совсем еще мальчишка. Ну и конечно же не обошлось без праздничной песни, которую исполнили для ветерана. Мы все прошли через пламя и мир, погибшим слава и слава жили. Победа, победа, мы верили, мы стали победить. Победа, победа, мы все стоим под знаменем твоим. Следующим поздравлением с Днем Победы принимал ветеран Великой Отечественной войны Федор Данилович Коваль. Федор Данилович, дорогой, Днем Победы. Спасибо. Спасибо за мирное небо над головой. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы есть. Федор Данилович с первых дней войны трудился в госпиталях, спасал раненых бойцов. Помощь людям стала его призванием. Всю свою жизнь он проработал в здравоохранении. За мужество и самоотверженность проявленных на полях сражений награжден орденом Отечественной войны второй степени и орденом Красной Звезды. В честь ветерана-победителя фронтовая бригада исполнила песню «День Победы». Это День Победы, пороха в гробах, это праздник с единою на листах, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.